Тренер России встревожен решением ВАДА, это настоящее безумие, НРК, Норвегия. Миколемилио Сируд, НРК, Норвегия. 13 декабря 2019 года. Всего несколько дней назад настроение в российской команде было приподнятое и веселое, а теперь там все подавлено и встревожено. Тренер Маркус Крамер говорит, что ему нелегко теперь поддерживать соревновательный дуб в своих спортсменах. Сергей Устюгов, один из подопечных Крамера, он будет соперничать с норвежскими лыжниками в спринте и в гонке на 15 километров в ближайшие субботу и воскресенье. В понедельник ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, решил отстранить Россию от всех крупных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира, на ближайшие 4 года. Однако в решении ВАДА сказано, что российским спортсменам, которые смогут доказать, что не имеют отношения к допингу, позволят участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Атмосфера уже не та, что раньше. Это касается не всех, но ситуация особенно сказалась на спортсменах постарше, рассказал Маркус Крамер, Маркус Черемер, НРК. Без уме немецкий тренер отвечает за обучение одной из трех российских команд. В группу Крамера входит в том числе и Сергей Устюгов. Поскольку Россия скорее всего подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд, он пока не хочет высказываться по этому делу слишком определенно, ведь до принятия окончательного решения еще есть время. Но, по его мнению, очень плохо, что его российские лыжники вынуждены жить в неопределенности. По словам Крамера, может пройти год, прежде чем они узнают наверняка, что с ними будет. Я очень встревожен этим решением, потому что больше всех тут страдают именно спортсмены. Подозрения направлены на спортсменов, а не на тех, кто сидит в офисе. Если в офисе кто-то слишком поздно предоставил информацию или внес в нее изменения, что с этим могут поделать спортсмены? Это настоящее безумие, говорит он со вздохом. Встречался со спортсменами в среду для Крамера. Эта неделя была полна эмоциональных взлетов и падений. В воскресенье он наблюдал, как две российские команды победили Норвегию на эстафете в Лилихомере. В понедельник он отпраздновал день рождения, и в этот же день Вада вынесла свой суровый приговор россиянам. По семейным обстоятельствам до среды Крамер не мог поехать в Давос, где в субботу и воскресенье продолжится Кубок Мира. Поэтому в среду он встретился со своими спортсменами впервые после того, как решение Вада наложило ограничения в том числе и на российский лыжный спорт. Сергей уже не тот он не слишком часто обсуждает с Устюговым происходящее сейчас в руководящих кругах спортивного мира. Но он знает, что его ученик очень много об этом думает. В Лилихомере он был в отличном настроении. Но сейчас Сергей уже не тот, что несколько дней назад на него больно смотреть. Для него это очень трудная ситуация, говорит Крамер. У российской звезды лыжного спорта все это будет дурные воспоминания. Устюгов оказался в числе спортсменов, которых Мок так и не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхане. Некоторым, например, Александру Большунову и Денису Спицову, позволили участвовать в Олимпиаде по так называемым нейтральным флагам. Чаша терпения переполнена. Крамер также узнал, что президент Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Рёсте, Эрик Росте, сказал Норка, что хотел бы отстранение российских спортсменов отстранили от соревнований Кубка Мира. Рёсте – значимая фигура в лыжном мире. Он входит в правление Международной федерации лыжного спорта. Рёсте считает, что правила отбора участников таких крупных спортивных мероприятий, как Олимпийские игры, Чемпионаты Мира и Кубки Мира под Эгидой Фейс, должны быть одинаковыми. Также он сказал, что в принципе против коллективного наказания, но сейчас чаша терпения просто переполнилась. В разговоре с Норк Рёсте подчеркнул, что если Фейс будет следовать линии ВАДА, спортсменов, которые смогут доказать, что не имеют отношения к допингу, никто отстранять не будет. Что будет со стюгавым? На этой неделе Рёсте позвонил Крамеру, чтобы получше объяснить ему, что он хотел сказать. Крамера устроила лишь часть аргументов норвежского президента Федерации лыжного спорта. У нас есть спортсмены, которые вообще никогда к допингу не имели отношения. Что будет со стюгавым? Что с Глебом Ретивых? Их не пустили на Олимпийские игры в Южной Корее. И до сегодняшнего дня нам так и не объяснили, почему. Должно быть на 100% ясно, что с ними произошло. Никого нельзя дисквалифицировать без объяснения причин. Поэтому я с ним не согласен, говорит Крамер. 19 декабря состоится заседание правления РУСАДА, российского антидопингового агентства, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия по этому делу. Там решат, будет Россия подавать апелляцию или нет. По словам бывшей конькобежки Светланы Журовой, ныне члена комитета по международным делам Российской Госдумы, вероятно, Россия подаст апелляцию по поводу решения ВАДА в спортивный арбитражный суд. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...